Оформление студенческих работ. ГОСТов на самом деле большое количество и при разработке методических рекомендаций, методичек, мы будем касаться только вопроса оформления письменных работ, по содержанию мы сегодня с вами проходить не будем. Вот такой краткий обзор ГОСТов, краткий примерно на час у нас с вами и предстоит, что откуда берется и каким образом попадает в методичку. Но вначале мне хотелось бы обратиться к одной цитате, которую сказал в свое время не так давно, совсем недавно, Эдуард Рубенович Сукиасян. Хотя она относилась к библиографическим описаниям, записям, но тем не менее и к нашей теме сегодняшней она очень хорошо подходит, особенно в связи с тем, что творится среди вот этого многообразия методических рекомендаций. Он отмечал, что в своей статье «Новые стандарты 2019 года» в журнале «Научные технические библиотеки за 2019 год номер первый» вот он сказал очень хорошую такую фразу, что очередная перестройка делает стандарты рекомендательными. Действительно, все стандарты, все ГОСТы, они носят, и вы это увидите, рекомендательный характер. Коллеги, звук есть или это только у нашего одного участника? Поставьте, пожалуйста, плюсики, слышно ли? Ага, ага, спасибо. Так. Сейчас я напишу, потому что участник нас не слышит. Так вот, носит рекомендательный характер, и на основе этого мы можем адаптировать эти правила под свою специфику, делать либо расширенные, либо краткие описания, но все это должно быть все-таки в рамках стандартов. И далее он говорит, очень такое интересное наблюдение приводит. Например, я заметил, что в каталогах многих библиотек нет единой политики в тех случаях, когда в стандарте предусмотрено право выбора. Все знают, что краткая форма библиографического описания может быть дополнена факультативными элементами. И если в библиотеке каждый каталогизатор сам решал вопрос о границах этой факультативности, то в каталоге оказывались различные по составу элементов записи. И примерно то же самое, что происходит и у нас в области составления методических рекомендаций. Если их посмотреть, разных вузов, даже разных кафедр, они могут катастрофически отличаться друг от друга разных факультетов, что создает очень большие трудности. Даже в плане образцов библиографических описаний. На одном факультете одно, а на другом факультете другое. Одни пользуются одним ГОСТом, другие говорят, нет, это все ерунда, что вы мне принесли. Особенно проблемы возникают, когда студенты переводятся с одного факультета на другой в рамках одного же вуза. Им говорят, что за ерунду вы нам принесли, срочно переделать все оформление в вашей курсовой, это никуда не годится. Вот вам требования, и они впадают, студенты впадают в панику, потому что там все совершенно по-другому. А нас не так учили. И дальше Эдуард Рубенович продолжает, что здесь самодеятельность ни к чему. Правда, это относилось к каталогам. Если в стандарте разрешены варианты, такой допуск не для конкретной библиотеки и должны быть приняты, и уж тем более не для конкретного каталогизатора. Каталогизатора должны быть приняты единые для всех правила, зафиксированные, например, как он говорит, в распоряжении дирекции. То есть на всю библиотечную систему, если о районах библиотеках говорить. И библиограф, составляющий список или пособие, всегда стремится соблюдать единые принципы, то, о чем мы постоянно говорим, принцип единообразия. Проблема появляется в тех случаях, когда часть библиографических записей мы формируем сами, имея источник перед глазами, а другую часть заимствуем из электронных каталогов или библиографических баз данных. Вот точно та проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся и при оформлении наших письменных работ. Что-то студент делал сам, имея источник перед глазами и образцы в методических рекомендациях. Что-то он вытащил из электронного каталога, что-то из электронной библиотечной системы, из описания. И в результате у нас получается разнобой. То есть вот это тот момент, который должен быть обязательно в методичке зафиксирован. Если уж мы приводим какие-то образцы библиографических описаний, принимаем правила, они должны быть едины. Ну и в отношении методических рекомендаций. Хорошо, если есть единый вузовский стандарт, единый для всех кафедр, факультетов, филиалов вуза и зафиксированный с едиными правилами. Тогда, несмотря даже на специфику, естественно, разных факультетов, она может быть где-то больше в сторону технических, например, инженерно-технические направления подготовки и экономические. Да, вот здесь могут быть существенные различия в оформлении текстов, например. Но даже несмотря на это уж в области библиографических описаний оформления и ссылок могут и должны быть единые требования, единые для вуза. Ну вот два примера мне недавно попалось. Это Пензенский государственный университет и Саратовский национально-исследовательский университет Чернышевского. Вот там положение, это просто в качестве примера, что вот есть такие примеры, где есть единые вузовские требования к оформлению работ. Хороши ли они или плохи, это другой вопрос. Надеюсь, что там все в порядке. Ну вот хотя бы на уровне университета с привлечением библиотекарей и библиографов в вуза, хорошо бы такие единые правила разработать. Ну и естественно с учетом специфики различных факультетов и направлений подготовки. И соответственно для этого нам понадобится для обоснования тех или иных оформительских положений и регламентов, нам понадобится естественно это все обосновать. Откуда мы это взяли? А для этого нам понадобятся самые различные ГОСТы. Так, ну вот такую речь свою торжественную выступительные части неожиданно произнесла. А теперь пойдем уже непосредственно ГОСТом. Ведь все, что касается вопросов оформления, оно не просто так откуда-то берется. Чаще всего по традиции так было принято, либо из методичек, которые мы нашли в открытой сети интернет, либо от предыдущих поколений составителей нам досталось, и мы это все продолжаем традиции. Но любые элементы структурные части оформления, например, они могут быть строго регламентированы и обоснованы с помощью ГОСТа. И это очень хорошая практика для любых проверяющих регуляторов, для любых проверок, для ответа на вопросы, а с чего вдруг у вас 13-й шрифт, а почему вы взяли, вплоть до межстрочных интервалов, все это прописано в ГОСТах. Самое главное выбрать нужный ГОСТ и суметь это обосновать. И опять же, всегда есть подтверждение какое-то обоснование, почему именно так, а не иначе. В одном вузе меня спросили, а можем ли мы подстрочные ссылки оформлять не 9-м шрифтом, или 10-м у них было, а 12-м. А то преподаватели ломают глаза, чтобы рассмотреть, как там оформлена ссылка. Да, конечно, можно, но опять же, что у вас написано в методичке, а на основании какого ГОСТа. А есть ГОСТ, где это прописано. То есть мы можем использовать нестандартные шрифты. И на самом деле вот этих ГОСТов, которые могут регламентировать все и все, и которые мы можем использовать в своей работе, я не говорю, что прям вот все-все-все нужно применять. Выбираем то, что нужно, те, которые нам нужны, и их используем. И у нас вот три вопроса. Первый мы уже разобрали. Стандартизация нужна, но в части допущений, допуски мы можем применять. Но обязательно, опять же, это должно быть как-то по максимуму манифицировано и единообразно. И дальше мы рассмотрим с вами ГОСТы, полезные для оформления ВКР и курсовых работ в части библиографических оформлений. И 10 плюс полезных стандартов, которые могут пригодиться при разработке методических рекомендаций в части оформления текстов. Ну вот примерно такой ГОСТ-набор для оформления ВКР, ну для курсовых проектов тоже сюда же. Для ВУЗов, для колледжей тоже может подойти. Ну вот вам примерный наборчик, какие ГОСТы у нас есть. ГОСТы по оформлению библиографических описаний электронных ресурсов. ГОСТы по оформлению ссылок здесь, слава богу, у нас один пока ГОСТы. Не знаю, насколько это хорошо, но свои нюансы есть, особенно если описанием список источников по 2018 мы делаем, а ссылки по 2008, который напрямую завязан на 2003 в части образцов. Ну вот, да, для стран СНГ у нас действует 2003. По оформлению текстов и вот это вот полезные вещи, полезные стандарты, которые нам могут пригодиться. И вот сегодня мы таким вот кратким обзором пройдемся по этим ГОСТам. Более подробно мы такой навигатор по ГОСТам разрабатываем, это уже практическое задание у нас на курсе. Целый модуль у нас будет посвящен нормативным таким вот вещам. Но больше мы будем говорить, конечно, про библиографические ГОСТы. И по оформлению списка источников и ссылок. Здесь у нас вот такой комплект присутствует. Библиографические описания, электронные ресурсы и библиографическая ссылка. По библиографическим описаниям у нас произошла замена. На территории Российской Федерации у нас уже действует вовсю ГОСТ 2018, хотя до сих пор в методических рекомендациях, вот недавно буквально студенты обращались с вопросом, мои хорошие, был одного из вузов там, почему-то в методических рекомендациях все еще присутствует ГОСТ 2003. Хотя замена уже произошла. Напоминаю, у нас был целый вебинар, самый первый в сентябре, где мы подробно эти два ГОСТа разбирали, какие изменения произошли. С 1 июня 2020 года ГОСТ 2003 на территории Российской Федерации уже не используется. У нас действует 2018 год. Поэтому все защиты, которые предстоят, курсовых, дипломных работ уже этой зимней сессии, они должны ориентироваться на новый ГОСТ. Для стран СНГ все осталось по-прежнему, там действует ГОСТ 2003. Да, небольшое утешение им. И что новое вкратце появилось в ГОСТе 2018. Мы это подробно разбирали, но вот основные моменты, которые он затронул. Минимизация сокращений. Большой плюс – это добавились очень подробные описания электронных ресурсов, особенно сетевого распространения. То, чего не было в предыдущем ГОСТе 2003, и то, чего не было, к сожалению, в ГОСТе 2001 по электронным ресурсам. Но все-таки почти 20 лет появилось много чего нового. И вот это новое, оно уже есть в ГОСТе 2018. Естественно, изменился состав, структура и порядок следования областей, и изменения в элементах описания, в их количестве, в группах. Поэтому это тоже важно учитывать, когда мы говорим об оформлении библиографических описаний и оформлении списка наших работ. На них, поэтому, подробно на этих двух ГОСТах мы останавливаться не будем. Да, и, коллеги, я вам одну полезную ссылку сейчас дам. На прошлом вебинаре меня спрашивали, я иногда ссылаюсь на предыдущие наши вебинары, где мы это подробно разбирали, и даже сейчас. И на прошлом вебинаре меня коллеги спрашивали, а где посмотреть записи этих вебинаров. Я сделала вот такую небольшую видеотеку, даю вам ссылку на страницу по вебинарам, по записям вебинаров в Директ Академии. Там и отдельно вот свои я отобрала вебинары, и все, что связано и может нам помочь. По антиплагиату у нас был шикарный совершенно вебинар, и еще один я туда внесу. Были по поиску литературы, вот такие, около, библиографические. Там тоже есть отдельный плейлист. Они объединены в плейлисты, и можно по этой ссылке прям смотреть со страницы, не ищая это все на Ютьюбе. Ну, такие вот плейлисты я вам полезностей сделала, поэтому можно им пользоваться. И ГОСТ 2001-7-82-2001 Общие требования правила составления библиографических описаний электронных ресурсов. Вот этот стандарт устанавливает требования и правила, касающихся электронных ресурсов, библиографических описаний, набор областей, элементов, их последовательность, наполнение, способ представления, применение знаков предписанной пунктуации. Но здесь надо иметь в виду, что в 2018-м, естественно, с учетом новых требований, это немножко изменилось. Поэтому, как всегда, мы пользуемся тем, что более новое. Берем 2018-й год и описание электронных ресурсов смотрим там. Но если у нас возникают какие-то частные вопросы, более подробные, требующие подробного осмысления, тогда имеет смысл заглянуть в 2001-й год. Что здесь есть хорошего? Вот из хорошего в этом ГОСТе, в пункте 5.2, есть схема описания электронного ресурса. Но, опять же, с учетом того, что он опирается на ГОСТ-2003, вот это общее обозначение материала у нас изменилось. Его мы будем делать уже по ГОСТ-2018. Куда он у нас уходит? А в конец. Ну, вот это полное-полное описание. Естественно, мы даем не полное для наших студентов, мы даем краткое либо расширенное. Но выбрать из большего сделать меньшее всегда легче. И опираясь на эту схему описания электронного ресурса, можно ее переделать под краткое описание. Ну, вот это вот плюс, который есть в этом ГОСТе. Еще что из плюсов. Особенность ГОСТ-2001, он содержит, большая часть его посвящена ресурсам локального доступа, а не сетевого распространения. Ну, не знаю, кто пользуется у нас еще дискетами, но диски иногда еще попадаются. Например, те же работы ВКР или курсовые. ВКР точно просят на диск сделать. Ну, и какие-то еще материалы могут на кафедрах в виде учебников, учебных пособий, локальные диски все-таки у нас еще присутствуют. Как правильно сделать на них описание? Вот в ГОСТе-2001 по электронным ресурсам там очень много и очень подробно посвящено именно этой теме. Поэтому вот там имеет смысл посмотреть какие-то нюансы по описанию. Ну, соответственно, соотнося с новым ГОСТом-2018. При составлении библиографических описаний на ресурсы сетевого распространения тоже есть полезные моменты, касающиеся отдельных областей и описания, те, которые не претерпели значительных изменений в ГОСТе-2018. Поэтому может быть применим и здесь. Но, опять же, с оговоркой, чтобы не противоречил новому ГОСТу. Но сами ресурсы удаленного доступа, как говорили раньше, сетевого распространения, они в ГОСТе этом представлены очень-очень мало, скудно даже. Если посмотрите образцы, то там всего 4 примера. И то они приводятся по целым ресурсам. Сайт целиком, электронный каталог целиком, электронная библиотека целиком. А вот каких-то нюансов по составным частям, например, электронного ресурса, страницы сайта и прочего, вот этого в этом старом ГОСТе нет. Но в 2018-м они имеются. Поэтому немножко так комбинировать приходится. По ссылкам. ГОСТ по ссылкам мы тоже разбирали, смотрели. Самое важное, что... Поэтому повторяться не буду. Думаю, лучше другие сейчас посмотрим ГОСТы, которым мы внимания не уделяли. Но самое важное, вот этот момент, который в пункте 7.1, в сноске примечаний на пятой странице, прямо вот отдельно выделен, что стандарт, совокупность затекстовых библиографических ссылок не является библиографическим списком или указателем, как правило, также помещаемыми после текста, вот этот наш список источников, и имеющими самостоятельное значение в качестве библиографического пособия. То есть строго по ГОСТу не имеем права просто взять список ссылок по ГОСТу 2008 и сказать, что это список источников. Он не имеет, потому что список источников имеет самостоятельное значение и расценивается, рассматривается как библиографическое пособие. Но есть маленький нюанс, как можно затекстовыми библиографическими ссылками сделать один список в конце, оформить его по ГОСТу 2018. И это тоже в одном из ГОСТов указано, и мы этим допуском тоже можем воспользоваться. Вот чуть попозже покажу, как это делается, какой ГОСТ взять, где его процитировать. Стандарт этот распространяется на библиографические ссылки, используемые как в опубликованных, так и неопубликованных документах. На любых носителях и предназначен для редакторов, издателей и авторов. То есть да, здесь мы целиком и полностью наш ГОСТ для ВКР, неопубликованная работа, там то, что надо. По какому ГОСТу составлять список источников в конце, вот это мы тоже разбирали подробно на прошлом вебинаре, когда рассматривали два ГОСТа. Просто напомню, что у нас есть несколько структур, по которым мы формируем наш список источников, выстраиваем. И во многом, когда пишете методические рекомендации, рекомендации, обращайте внимание на особенность или специфику, есть она или нет, для того или иного направления подготовки. Если на своей кафедре для своих студентов пишете, то учитывайте свою специфику, если она есть. Чаще всего это инженерно-технические специальности, может быть у юристов, у археологов, какие-то могут быть нюансы. Треть вида ссылок мы используем. И вот важно очень соотнести вот эти две вещи. Как мы будем представлять списки источников, какую схему, какую структуру мы выберем, и какой вид ссылок мы будем использовать. Но чаще всего используется подстрочная и затекстовая. Затекстовая может быть нумерованный список, может быть ненумерованный список. И в зависимости от того, как мы будем здесь делать по алфавиту, по видам издания. Но вот это наиболее предпочтительная форма, но не всегда она реализуема. Но вот важно, если уж мы выбираем вот такой тип группировки в списке источников, понять, с какими ссылками нам удобнее будет оформлять сам текст в виде подстрочной, либо затекстовой ссылки. Ну вот смотрите. Если у нас, например, мы берем затекстовую ссылку, в тексте мы делаем отсылку в квадратных скобках, номер источника и страница. Тогда в списке затекстовых ссылок, не в списке источников, а в списке затекстовых ссылок, мы должны к этому сделать список затекстовых, у нас будет выглядеть вот так. Но этот список не является отдельным библиографическим указателем. То есть мы не можем его назвать списком источников. Нам нужно его переделать. Что делают в этом случае? Делают... Вот у нас список наших ссылок. Мы правильно его оформили, потому что затекстовую у нас состоит из двух частей. Отсылка в квадратных скобках и список затекстовых ссылок. Вот мы его оформили. А теперь нам надо сделать список источников. Чуть-чуть добавили, чуть-чуть переработали. В принципе, осталось то же самое. В тексте у нас так и остается. Список затекстовых ссылок у нас остается. И добавляется еще список источников по ГОСТу 2018. По краткому описанию. Смотрите, что у нас поменялось. В затекстовые ссылки мы указываем одного, двух, трех авторов в заголовке. Мы не указываем ИСБН. И у нас нет знака тире. Есть точка. Что мы здесь делали? Мы добавили знак тире. Мы добавили идентификатор. Международный стандартный номер, который является обязательным. ИСБН и ИССН. И у нас произошла основная трансформация вот здесь. У нас по правилам в заголовке остается один автор. И второй автор у нас уходит. Появляются сведения об ответственности. И второй автор уходит у нас в сведения об ответственности. Вот вся пертурбация. Иногда вот эту часть минует. И в некоторых работах студенческих допускается вот такой вот вариант. Возможно? Возможно. И есть ГОСТ, в котором это оговорено. У автора в начале... Да, специально сделано, Марина Олеговна. После фамилии автора в самом начале запятую обычно мы ставим по правилам. В некоторых методических рекомендациях это опускают, так как у нас работа не опубликованная. И иногда этот вариант тоже тот самый допуск. Как вы методически напишите, для студенческой работы возможно опущение. Но тогда и здесь мы его должны были убрать. А, нет, здесь мы его должны оставить. Вот у нас это разделители между двумя авторами. Все правильно. Остался в сведениях об ответственности. Это все нормально. То есть знак запятой можно оставлять. В некоторых случаях для студенческих работ его опускают. Здесь уже такой вопрос чисто политический, как мы принимаем. Юлия Викторовна, а вот если описывается статья, то же самое. Это не важно. У нас идет описание статьи, это составная часть ресурса какого-то журнала. Здесь правило для заголовка одно действует. В принципе, нужна. Но в студенческих работах иногда опускают этот вопрос. Поэтому как в методичке напишем, как вы лодку назовете, так она и будет запятой или без запятой. Когда следует оставлять запятую точной, если очень много иностранных источников, иностранных авторов на иностранных языках, вот там, да, там для того, чтобы отделить фамилию от имени, где тут фамилия, где тут имя, вот принято эта запятая. Она в основном для автоматической обработки, автоматизированной обработки библиографических описаний имеет значение, чтобы компьютер у нас не завис, думая, где фамилия, где имя автора. В студенческих работах иногда опускают. Особенно для колледжей, для школ, если вопросы об оформлении этих работ, там можно опустить. Но когда вы оформляете свои публикации, ссылки на статьи для изданий различных, обращайте внимание на их требования. Где-то пропускают этот момент, а где-то прям строго требуется, чтобы запятая обязательно стояла. Вот тот самый момент про допуски. По, но пробел ставить обязательно к инициалам. После названия статьи, еще раз, Татьяна Алексеевна, по, в принципе, надо. В принципе, надо, да. И с инверсией, в принципе, пишем. В ссылках опускается, а вот в библиографическом описании мы пишем. За косую черту и сведения об ответственности. Что еще, на что важно обращать внимание? Про четкость формулировок в методических рекомендациях. Что мы включаем и что обязательно должны включать в список источников? Вот вам пример из одной методички. Реальный пример из реальных методических рекомендаций, из открытых источников. Называть не буду, кто, когда и где. Просто вот такая фраза. В список литературы в обязательном порядке должны быть включены все источники, на которые есть ссылки в тексте работы, а также те, которые имеют непосредственное отношение к теме исследования, даже если они не цитируются. Не знаю, как у вас, у меня это вызвало небольшой вопрос. Как, 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 зачем, как, какие источники? То есть в обязательном порядке то, что не цитируется в работе, мы все равно включаем в список исследований. Представляете, что вам принесут студенты? Хороший такой на 145 источников. А это меня вдохновило, да? Но вы же этого не цитируете, этого нет у вас в тексте. Но оно меня вдохновило. Но оно же имеет непосредственное отношение к теме исследования. Имеет. А ты его изучал? Нет. Но в методичке-то написано? Написано. Четко следуя букве закона. Ну так, в работу по каким-нибудь инвестициям экономическим банковскому делу или товарно-денежным отношениям можно включить и золотой ключик Толстого. А почему нет? Пять сульд за букварь, товарно-денежное отношение, риски инвестирования. Да, вот оно все, все, все как раз имеет отношение? Имеет. В качестве примера стори-теллинга для тренинга или занятия со студентами, да, подойдет. Но в качестве научного источника литературы для курсовой или дипломной работы, ну вот это вряд ли. Немножко гипертро... Так, утрирую, да? Но суть-то остается та же. Значит, здесь, скорее всего, имелось в виду, что может быть, может быть, какой вариант, что если они упоминаются в тексте, например, в аналитическом обзоре в видении, когда мы говорим о степени разработанности тематики или научной проблематики, да, мы приводим вот этот краткий аналитический обзор, кто еще рассматривал эту тему, какие ученые, какие исследователи, в каких аспектах. И вот там мы приводим с точки зрения, с этой точки зрения рассматривали вот такие-то представители научного мира, а с этой точки зрения вот такие-то исследователи. И тогда мы даем комплексную ссылку внизу подстрочную, где мы перечисляем этих авторов и их работы. И вот их уже по отдельности мы имеем право поставить в список источников, но они в тексте упоминались. То есть заимствования у нас в тексте могут быть тоже в двух видах. Это может быть прямое цитирование, а может быть косвенное заимствование. Когда мы своими словами что-то пересказали или на кого-то сослались, не приводя точную цитату, но все равно на это заимствование мы должны поставить ссылку. И тогда у нас этот источник мы можем с чистой совестью включать в письменную работу. Иначе у нас вот это вот непосредственно... А как понять, что имеет непосредственное отношение к теме исследования? Да, нигде пояснений нет. Поэтому вот нужно смотреть очень внимательно за формулировками и объяснять, что мы подразумеваем под непосредственным отношением к теме исследования. Наталья Геннадьевна, нарушения где? Где мы чего нарушили? По поводу чего комментарий был? Если можно, поподробнее напишите. Так, и еще несколько вопросов у нас было. Как называть список источников? Ирина Альбертовна спрашивает, который помещается в конце текста ученической студенческой работы при использовании затекстовых ссылок. А вот это мы на прошлом вебинаре тоже, Ирина Альбертовна, смотрели. Вы посмотрите в видеотеке. Мы там смотрели разные варианты, как это называется и в каком случае это лучше... Как чего лучше назвать? Список источников или список литературы? Просто посмотрите, чтобы нам сейчас не туда... Как грамотно объяснить студенту, зачем мы повторяем авторов после косой черты? Вероника Леонтьевна, очень... А, ко второму методичке, Наталья Геннадьевна, ну да, да, вот... Написали, как... Знаете, то, что очевидно для нас, не всегда понятно для того, кто читает. Поэтому, когда составляем какие-то требования, очень хорошо провести, или методичку пишем, хорошо провести такой анализ на фокус-группе. Дай человеку, далекому от всего этого, тем же студентам, например, ты понял, как сделать? Понял. Сделай. Сделал кусочек, мы проверили. И тут же начинаются вопросы, когда начинает делать, а я не понял, а вот это можно, а вот это нельзя. Ага, берем себе на заметку, записываем. Вот это, кстати, тестирование на фокус-группе, это хороший тренерский прием, когда идет обкатка новой программы на тренинге, проверить четкость формулировок задания. Участники... Если начинают возникать вопросы участников, а как, чего делать, это все берется на карандаш и потом перерабатывается, дорабатывается. Вот здесь та же самая история. Вероника Леонтьевна, как грамотно, зачем повторяем? Потому что за косой чертой мы указываем всех авторов, один, два, пять, десять, это те, кто отвечает за эту работу. В заголовке мы указываем одного, даже если он был один, и одного указываем за косой чертой. Он же и отвечает за эту работу. Это связано с единообразием. Нехорошо, если мы в списке источников кого-то указали, кого-то не указали. Когда два-три автора, мы их обязательно там должны указать, чтобы никому обидно не было. Ну и чтобы одному автору тоже не было обидно, мы его тоже там указываем, что вот он полностью за это отвечает. А сведения об ответственности, он не просто написал, он еще отвечает за это. Вот моим примерно вот это объяснение подошло студентам. Да, вот для этого, Варсеника Владимировна, про этот гост мы тоже пару слов скажем, чуть попозже. И вот такой вариант записи тоже применим. Это мы тоже на прошлом вебинаре рассматривали, когда мы в затекстовых ссылках, например, указываем не номер источника, а фамилию автора, год и страницу. Когда это делается? Это делается, если у нас список источников не нумерованный. Либо мы говорим, что в порядке появления, нумерация ссылок идет в порядке появления в тексте работы. И у нас может получиться так, что первая ссылка по номеру, она идет автор, который в списке источников будет 38. Ну и начинать, а там у нас алфавитный порядок выстроен. И начинать с 38 ссылки, как-то с номера источника там, ну как-то не очень. А вот такое требование тоже попадало. Тогда мы можем делать не нумерованный список в порядке алфавита, а здесь указывать фамилию автора. Вот это тоже один из вариантов оформления затекстовой ссылки. Вот еще про четкость формулировок в методичках. Ссылка дается в квадратных скобках. Все хорошо, вот он этот вариант, да, все отлично. Значит, там у нас будет затекстовая вещь. Необходимо убедиться, что данный источник представлен в списке, убедились, все хорошо, все есть. А вот дальше следует фраза, которая меня тоже так сильно вела в недоумение. Ссылки на одно и то же, постоянно используемые издания. Повторная ссылка, да. Например, томы собрания с сочинений. Ну ладно. Оформляются следующим образом. А вот дальше вот это вот может вести студентов в большой ступор. Первая цитата сопровождается примечанием внизу страницы. То есть, простите, мы даем ссылку и еще внизу страницы пишем сноску примечания. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в основном тексте с указанием в круглых скобках номера тома и страницы. Образца нет. Коллеги, вы поняли, как делать ссылки на повторяющиеся источники? Я не поняла. Честно скажу, я не поняла. Зачем? Круглые скобки у нас внутри текстовые ссылки обычно оформляются. Зачем лишние скобки вводить? Если в густе 2008 посмотреть, и вот этот, буквально вот это вот том и собрание, как описывать многотомные издания, это вот прямо отдельное у нас занятие в курсе. Мы там этому вниманию очень так уделяем. Как описывать, используя затекстовые ссылки в тех же квадратных скобках? Все это есть, все это отрабатывается. И лишние примечания приводить внизу страницы, ну это, наверное, излишняя загруженность получится. Можно обойтись без этого, просто используя те правила, которые есть и изложены в гости по тем же ссылкам, как оформляются отдельные томы из многочастного ресурса. Вполне можно без этого обойтись и спокойно жить. Поэтому, чем проще, тем лучше, и в формулировках особо лучше не мудрить. Дальше, это вот то, что по ссылкам, да, какие у нас казусы иногда встречаются. И дальше, какой нам еще может пригодиться ГОСТ 780-2000, библиографическая запись заголовок, общие требования и правила составления. Да, коллеги, на все ГОСТы я вам поставила здесь из презентации активные гиперссылки, поэтому нужный ГОСТ можно всегда из презентации открыть. Такое небольшое пособие по ГОСТам. Ну и, на всякий случай, эту ссылку я вам в чат тоже продублирую. По заголовкам. Этот стандарт устанавливает общие требования к заголовку библиографической записи и правила его оформления. Набор, опять же, сведений, последовательность и так далее. Антуан Сент-Экзюпери. Как правильно его записать в заголовок? А Дюма. Там есть отцы, там есть дети. Например, книги авторов, имеющих духовный сан. Их как правильно описать, если уж мы с ними встретились, это бывает необходимо. А ГОСТ или патент? Что пойдет в заголовок? А нужен ли там заголовок? То есть, вот такие вещи, они в этом ГОСТе разобраны и очень подробно. И он распространяется на основные виды заголовков, которые используются в библиографических записях. Вот основные виды заголовков, которые мы используем. Но чаще всего у нас имя одного автора, вот это правило, которое изложено в этом ГОСТе. Заголовок, содержащий наименование организации. И иногда мы встречаемся, особенно у кого научно-техническая, там патентная документация, да, вот с этим видом заголовков. Здесь он еще, да, вот год издания обязательно должен быть. Вот это вот заголовок. И дальше пойдет уже название этого заглавия. В каких случаях имеет смысл, для чего это делается, да? Заголовок библиографической записи предназначен для упорядочения и поиска библиографических записей. Можно делать под заглавием, можно делать под заголовком описание. Поэтому вот здесь тоже принимайте решение. Для поиска и унификации удобнее делать под заголовком. Например, если у нас идет большое количество федеральных законов, мы можем сделать их под заглавием. Закон об образовании, федеральный закон и пошло описание. О землепользовании, федеральный закон, пошло описание и так далее. И выстроить их в алфавитном порядке. Можно сделать и по-другому, можно сделать под заголовком. Сложные заголовки могут состоять из двух частей. Российская Федерация, законы. А дальше пошло заглавие о землепользовании, об образовании. И дальше пошло описание, как положено. Вот это удобно. Особенно если историки, юристы, страноведы, кто там у нас еще изучает и сравнивает различные законы разных стран, то вот это очень удобно применять описание под заголовком. Поэтому в методичке вот эти примеры, они должны быть. И ссылка на каким ГОСТом пользуемся. И там подробно описано, как это оформляется. Заголовок, содержащий унифицированные заглавия. Вот это может быть полезно, либо когда мы имеем дело с духовной литературой. Если у нас, например, идет полное издание Библии, где и Ветхий, и Новый Завет приведены, тогда просто используется Библия. Если мы рассматриваем издание только Ветхого Завета или только Нового Завета, то вот здесь тогда уже используется вот такой заголовок. Слово о полку Игореве, Калевала – это вот те примеры, когда мы используем заголовки на произведения анонимных авторов. Они могут иметь различные названия, но объединены вот одной темой. Это посвящено тексту слова о полку Игореве. И заголовок на нормативные документы, он содержит индекс документов, это вот эти ОСТы, ГОСТы, ТУ, ИСО и так далее. Цифровое или буквенное обозначение и обязательно год утверждения. Вот то, что у нас в примере приведено. Цифровое или буквенное обозначение есть и последний год утверждения. И для стандартизации по экспортной продукции еще приводят буквы Е или Э. Или так, или так. Ну и такие вот варианты есть по заголовкам. И более подробно все это изложено в данном ГОСТе. Поэтому вот это тоже... Почему мы взяли, что законы описываются под заголовком? Сразу ссылочку об основании, исходя из какого ГОСТа и правила оформления заголовка берем оттуда. ГОСТ Р704-2006. Небольшой ГОСТ по изданию выходные сведения. Данный стандарт устанавливает требования к составу выходных сведений тех изданий, которые у нас представлены на слайде. Нотные и листовые, периодически продолжающиеся книги, авторефераты диссертации и различная нормативная документация. Предназначен он для книготорговых полиграфических издательских предприятий и организаций. Но в пункте 4.7, вот этим пунктом он нам может быть интересен, оговорен состав вот этих выходных данных. Что обязательно должно быть место выпуска, имя издателя и год выпуска издания. Ну и плюс нюансы по оформлению именно этой части. Если мы сталкиваемся в библиографическом описании с какими-то сложными, трудными вариантами, и в гости 2018 или 2003 мы не находим ответа на свой вопрос, имеет смысл посмотреть в этом гости какие-то нюансы. Особенно если у нас какие-то сложные издания, связанные со спецификой нашей методички и нашего направления подготовки, вот это будет в помощь. Следующий ГОСТ, ГОСТ 2011 года. Первый вариант, то что до знака равно, но не совсем равно, оно и переработано, но название одно и то же, это предыдущая версия. Сокращение слов на русском языке, общие правила, требования и правила. Старый вариант я вам тоже на всякий случай привожу, но вот с нового варианта обычно дают гиперссылку. Это национальный стандарт, устанавливает общие требования и правила по сокращению слов и словосочетания на русском языке в библиографических записях, ссылках на все виды документов. Вот это тоже нам в помощь, особенно когда мы разрабатываем образцы библиографических описаний. И предназначен он не только для библиотек, органов НТИ, издателей и прочих, а также, это в самом ГОСТе тоже прописано, для физических лиц, создающих библиографическую информацию. Вот точно для нас. И в разделе, два полезных раздела для нас там есть, в первую очередь, раздел 6, правила сокращения прилагательных причастий, раздел 4, существительное. И в приложении А рассматриваются частные случаи различных сокращений. Ну вот это полезно применять, использовать не только для библиографических описаний, но и при оформлении текста работы в методичку хорошо бы наиболее часто встречаемые сокращения прописать в методичку, используя этот ГОСТ. Там все прописано в табличных формах, очень удобно смотреть. Но опять же, здесь можно делать методические рекомендации в письменном варианте, а можно сделать их мультимедийным пособием. Подумать, как это можно автоматизировать, и наиболее частые сокращения, которые встречаются именно в курсовых дипломных работах ваших студентов, наиболее частые случаи сделать, например, с помощью поисковика, как-то автоматизировать эту вещь. И вот идеи есть, как это сделать, но на курсе, может быть, даже попробуем. Некоторые моменты. И еще несколько ГОСТов, связанных с переводами, транслитерациями и сокращениями слов. На иностранных европейских языках сокращение слов и словосочетаний – это ГОС-2004. Библиографическая запись сокращения слов и словосочетаний на иностранных европейских языках. Он подходит для прикнижных, пристатейных списков литературы, библиографических ссылок, и это в самом ГОСТе тоже оговорено. Установленные стандартом сокращения слов рекомендуется применять также при реферировании и аннотировании, в рефератах и аннотациях. Маленькое дополнение, какие алфавиты он поддерживает, скажем так. Предусматривает сокращение слов в языках, использующих латинский, кирилловский, кириллический и греческий алфавиты. Поэтому имейте в виду, если у вас что-то, что-то прям не подпадающее под эти категории. Еще один полезный ГОСТ, на который имеет смысл обратить внимание даже два ГОСТа. Правила упрощенной транслитерации русского письма латинским алфавитом. Это ГОСТ 2014. Здесь он устанавливает правила передачи для тех случаев, когда не требуется обеспечивать автоматизированное алгоритмическое восстановление исходного русского текста. Когда требуется дать возможность приемлемого звучания текста при чтении лицами, не владеющими русским языком или владеющими в недостаточной степени. То есть обратного перевода он не предусматривает. И прямо в стандарте написано, что не распространяется на правила обратимой транслитерации, которые требуют однозначного восстановления правильного исходного текста. Это подходит для всех письменностей, основанных на кирилловском алфавитах. А вот для обратного восстановления уже второй ГОСТ применяется по транслитерации. Он уже распространяется на отдельные буквы, слова, выражения, связанные тексты, письменность которых базируется на кирилловском алфавите. И где требуется обеспечить однозначное восстановление представлений кирилловского текста латинскими буквами и возможность его восстановления в исходной записи. Например, при передаче документов по компьютерным сетям, как написано в этом ГОСТе. Вот два таких ГОСТа есть. Кстати, на первый ГОСТ мне однажды попалась ссылка в требованиях одного из издательств при публикации научной статьи. Обычно сейчас все пользуются онлайн-транслитераторами, системами транслитерации. Мы тоже об этом говорили, еще будем, и мы их на нашем курсе точно будем разбирать и смотреть. Там Госдеп, Британская библиотека, еще ряд. А вот в одном издании мне попалось требование в референсис приводить транслитерацию русскоязычных изданий. И ссылка была на первый ГОСТ, вот на этот ГОСТ 2014. Это ко мне обратился автор с круглыми глазами и с вопросом, чего делать, как транслитерировать. Сделал по онлайн-транслиту, ему сказали, что там было несколько несовпадений, а расхождение с ГОСТом 2014. И вот сидели, разбирались с этим ГОСТом. То есть вот такое может попасться, поэтому тоже себе на заметку берем. Есть такой момент. И, наконец, оформление текстовой части. В одной из методичек мне попалось. При написании ВКР студенты должны придерживаться оформления по ГОСТу 2018. Вообще-то, ну, так между собой мы называем ГОСТ библиографических описаний. ГОСТ 2018 или ГОСТ 2003 максимально сокращенно в узной форме. И всем понятно, о чем идет речь. А здесь студент в недоумении говорит, я взял ГОСТ 2018, а там ничего про это нет. Мне сказали, что я неправильно оформил. Про текст там ничего не сказано. Правильно там не сказано. Потому что имелся в виду совсем другой ГОСТ. Современный ГОСТ 2018 в части оформления текстовых работ. Это не что иное, как ГОСТ 732-2001. Система стандартов по информации библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структуры и правила оформления. И новая его вариация 2017 года. Вот на нее и ориентируемся. То есть вот что скрывалось под ГОСТом 2018. Еще раз про четкость формулировок и правильное название ГОСТов. Поэтому лучше писать полностью, как в унифицированном заголовке, обозначение и год. С тем, чтобы можно было правильно на него ссылаться и пользоваться. В 2005 году он был откорректирован. И в 2018 году там еще действительно были внесены требования дополнительные. Что он рассматривает? Рассматривает все. От шрифта работы до заданных полей, до печатных наборов материалов. И еще много-много-много всего. Как делается нумерация страниц, разделов, иллюстрации, таблицы. Как они оформляются. Вот эти вот, кстати, вещи берутся часто из методические рекомендации. Вот эти вот все элементы. И еще есть целый ряд. Они берутся как раз из ГОСТа 2017. Как акцентировать внимание, каким шрифтом, как выделять заголовки, каким шрифтом, где использовать курсив, как в тексте делать выделение, чтобы не было вот этого разнообразия. Где-то подчеркнули, где-то курсивом, где-то еще что-то. Вот это все тоже регламентируется в этом ГОСТе 2017 ОНИР. Отчет, составление отчета ОНИР. И там же есть маленький раздел, два маленьких раздела, которые касаются ссылок и списков источников. Общие правила, но они касаются в основном отчетов по научно-исследовательской работе. Как оформляются примечания в виде сносок и ссылки в виде затекстовых ссылок. И вот этими двумя моментами мы можем воспользоваться, чтобы, помните, я вам говорила, обходной маневр, как затекстовую ссылку не писать два раза в конце работы, а сразу перейти к списку источников. Вот если вы примените ГОСТ 2017 раздел 5.10, вы спокойно, с чистой совестью, вот этот список пристатийный затекстовых ссылок сможете обойти. Потому что там как раз вот это правило он и регламентирует. То есть в тексте мы даем отсылку, номер источникам, тогда у нас нумерованный список будет страница при необходимости. И список источников оформляем по ГОСТу в соответствии с требованиями ГОСТов. Там три ГОСТа приводятся. Но вместо 2003 для Российской Федерации мы берем тогда уже 2018, так как он у нас уже действует. Вот здесь будет изменение. И прям посмотрите, пункт 5.10 список использованных источников. Давайте я вам прям, наверное, эти разделы в чате укажу. Вот, что у него полезного есть. 6.9. Просылки. Но там очень мало. Там всего три пункта. И в основном они касаются технической документации. Но это все-таки отчет по НЕР. Это тоже нужно учитывать. Но воспользоваться вот этими допусками, которые есть в этом прекрасном ГОСТе, мы вполне даже можем. И отсюда же берутся очень часто все требования по оформлению текстов, заголовков и прочего. И вот два раздела по списку источников 5.10 и 6.16. Как оно оформляется, вот эти моменты можно взять из этого ГОСТа. То есть вот этот вот обходной маневр, он здесь заключен. Поэтому иногда в требованиях к оформлению ВКР по техническим каким-то специальностям, по инженерно-техническим, что это связано. Особенно, знаете, когда этот ГОСТ в полную силу вступает в действие, иногда они даже не берут ГОСТ по ссылкам, только в части затекстовых ссылок оформления наши библиографические. Там нет особо такой литературы, которая требует... Там в основном техническая документация, различные ГОСТы, СНИПы, СНУры, Абелюры. И вот из них формируется список источников. Особенно этот ГОСТ действует для тех работ, когда студенты выполняют практическое исследование или принимают участие в какой-то научно-исследовательской работе вуза или конкретной организации. И вот там по результатам этого исследования или кусочка исследования пишется отчет о НИР. Он полностью соответствует вот этому ГОСТу. И этот же отчет, чтобы два раза не вставать и не ходить, он и принимается в качестве курсовой, а может быть и дипломного проекта, может быть с некоторыми доработками, а иногда и просто вот одна работа на два фронта. Вот тогда будет оформление списка источников и ссылок и примечаний строго по ГОСТу 2017. Но он тоже отсылает нас в части библиографических описаний к ГОСТу 2018. То есть как правильно оформить те же патенты, например, нужно будет подсматривать в ГОСТу 2018. И примеры. Есть два приложения Д и Е. Вот я вам тоже написала на всякий случай, чтобы не забыть, не потерялись. Пример оформления списка использованных источников в приложении Д. Как это должно выглядеть в отчете о научно-исследовательской деятельности. И примеры библиографических описаний различных источников, использованных в отчете в приложении Е. Там уже более подробно. Но если мы берем, например, из этого ГОСТа для своей работы по экономике, где нет вот такой технической документации, там больше текста и слов, и разбора различных источников уважаемых экономистов, то в этом случае мы в большей степени ориентируемся на ГОСТ 2018 и 2008 для оформления списка и ссылок. А вот из 2017 берется только требование то, что касается оформления текста, заголовки, шрифты, поля и так далее. Вот это вот, да, вполне и чаще всего так и происходит, когда мы методические рекомендации делаем. Еще один ГОСТ. Вот как раз про диссертации, автор реферата диссертации. Был у нас вопрос, можно ли, чуть выше чат убежал, не знаю, найду ли я его. Ой-ой-ой, прошу прощения, это мы уже куда-то далеко убежали. Так, вот он. Ага, нашла Варсеника Владимировна. Можно ли этот ГОСТ использовать для магистрских и бакалаврских работ? Почему нет? Все, что... А где-то есть запрет. Все, что не запрещено, то разрешено. Но здесь тоже смотрите очень внимательно. Да что ж такое? Ага, вот он. Вот он. Убежала презентация. Для диссертации автор рефератов. В области применения, так и сказано, для кандидатских и докторских, по всем отраслям знаний. Оформление текста здесь тоже подробно рассмотрено. От полей до шрифта, структура, оформление отдельных элементов, оно здесь есть. Оно здесь присутствует. Поэтому можете брать и этот ГОСТ. Но в отношении библиографических ссылок и оформления списка литературы, здесь вот какие нюансы есть. Пункт 5.3.8. Библиографические ссылки. Что там сказано? В тексте диссертации оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р7.05. Вот тот самый ГОСТ 2008. Примеры оформления библиографических ссылок приведены в приложении. В приложении приведены все три вида ссылок в кратких примерах. То есть здесь все равно ГОСТом 2008 мы пользоваться будем. Потому что это нормативная ссылка дана в ГОСТе 2011. Он устанавливает общую структуру, общее наполнение элементов. Но опять же имейте в виду, беря это для магистрских или бакалаврских работ, что он рассчитан на кандидатские диссертации. Поэтому где-то нам придется это дорабатывать. В каких-то частях. Не все из этого ГОСТа нам подойдет. Оформление списка литературы это пункт 5.6. Вот я вам тоже эти пункты прямо в чат дам. Можно будет записать, потом более подробно с ними ознакомиться. Татьяна Леонидовна, удачи на занятиях. Можно будет с ними более подробно ознакомиться. Список, пункт 5.6.1, список литературы должен включать библиографические записи на документы, использованные при работе над темой. Где он должен быть размещен. Допускаются и вот 5.6.3 пункт, хорошая вещь, на основании которой мы тоже можем сформировать, почему именно такую структуру списка мы выбрали. Вот здесь приводятся разные примеры группировки библиографических записей. Здесь только три. Алфавитные, систематические в порядке первого упоминания в тексте и хронологические. Но выбирая тот или иной способ записи, мы частично или полностью можем сослаться и на этот ГОСТ. Что мы использовали группировку, которая содержится в таком-то ГОСТе. И дальше идет объяснение по пунктам, как группируются библиографические записи при том или ином способе. Что делать, если в наличии есть литература на других языках, кроме русского. Вот по ГОСТу там образуется дополнительный алфавитный ряд, который после издания на русском языке размещается. Опять же, обоснование, куда, зачем и как мы включаем список литературы на иностранных языках, опять же, есть конкретный пункт ГОСТа, на который спокойно можно сослаться. И дальше в конце, в самом говорится, библиографические записи в списке литературы оформляются согласно. И дальше ссылка на ГОСТ, ну тогда еще 2003, потому что это 2011 год был, а сейчас мы уже должны брать 2018. Вот, пожалуйста, можно взять, но опять же, от 2008 и 2018 года мы никуда не денемся от этих ГОСТов. А тогда по структуре можно брать, если это формат работ, ближе не к научно-исследовательской работе, а к каким-то текстовым форматам. Когда много текста, и это к научно-технической в меньшей степени относится, можно, почему нет. Оформление списка источников и ссылок. Еще один момент. Библиографическая запись, сокращение слов. Так, стоп, это мы уже рассмотрели. Ага, это я не в ту сторону пошла, думаю, как же так, мы же это только что смотрели. Ага, вот он, вот он наш следующий ГОСТ, 2019. 95-й, 2019-й тоже новая версия у нас есть. Дальше, дальше, дальше. Что-то у нас тут в чате тоже вопрос был, сейчас одну минутку посмотрю. Ага, Ольга Юрьевна, в обязательном порядке должны учитывать требования ГОСТов, или прописав требования о своей методичке, мы вправе утверждать свой порядок оформления работ. Вот, Ольга Юрьевна, смотрите, ГОСТы это то, о чем мы в самом начале говорили, да, есть, в большей степени сейчас начинают носить рекомендательный характер. Мы можем свои правила утверждать в своей методичке, да, но ориентироваться все-таки на ГОСТы. То есть, если мы берем правила, там, определенного шрифта или еще чего-то, лучше всего и хорошо бы, если бы это соотносилось с ГОСТом, да, с тем ГОСТом, который мы используем при разработке, мы должны в своей работе на что-то опираться, да, на требования тех или иных, при разработке методички, опираться на требования тех или иных ГОСТов и не слишком сильно креативить в этой части, чтобы не возникало вот таких вот креативных вещей, а давайте-ка мы ссылки и в квадратных скобках, и в круглых будем писать, а какая разница, за текстовый или внутри текстовый, а ладно, студенты как-нибудь напишут, зато творчество так проявили. Обязательно, да, в рамках различных ГОСТов, различные пункты, ну, вот как-то нам же лучше, мы понимаем, чего, откуда берется и на основании чего мы те или иные требования делаем. Но для студентов первоочередное значение имеет то, что написано в методичке. Вот он не должен заморачиваться, простите за выражение, чего, откуда взялось в методичке, из какого ГОСТа, это наша задача, задача разработчиков и составителей. Максимально упростить работу научным руководителям и студентам, но ссылки на эти ГОСТы в методичке имеет смысл приводить для того, что если мы сталкиваемся с каким-то случаем, неописанным в методичке, редким случаем, мы знаем, куда посмотреть в случае возникновения вопросов. Вот и все. И еще про оформление текстового, табличного, формульного, иллюстративного материала есть еще ряд ГОСТов, где эти требования изложены. ГОСТ, общие требования к текстовым документам, ЕСКД, Единая система конструкторской документации. Это в основном для технических специальностей. Инженерно-технические, физики, химики, там, где много чертежей, конструкторы, и все, что этой темы касается. Общие требования к текстовым документам. К формату ВКР. Вот здесь очень много, кстати, есть про формат страницы, ориентации страницы, поля, выравнивание, что как применяется, абзацы, расстановка переносов. Все это здесь содержится. Какие есть варианты? Оформление таблиц, заголовки, прописные строчные, точки, не точки, где что подписывать и ставить. И иллюстративный материал, что к нему относится, как располагаются, и как давать ссылки в текст. В ГОСТе 2019 появились некоторые дополнения, поэтому мы на них больше ориентируемся. И ссылку я вам даю на этот ГОСТ, а не на старый. Вот здесь очень хорошо прописаны различные гарнитуры и размеры. Вечная тема разногласий между исполнителями и авторами. Вот здесь можно эти все вопросы уточнить и посмотреть. И при оформлении документа, вот это то, что мы обычно используем, размер 14 для основного текста, размер 12 для приложений, примечаний, сносок и прочего, он пришел из этого ГОСТа. То есть это мы воспринимаем как традицию, на самом деле это все здесь прописано. Здесь даже допускается использование шрифта размером 11-13, нестандартные для основного текста, и 10-12 для приложений, сносок, примечаний и так далее. То есть это все не просто берется откуда-то в наших методических рекомендациях, это все есть в ГОСТах. И когда мы методички смотрим, имейте в виду, что есть в этих ГОСТах и различные допущения, которые мы тоже можем применять при составлении методических рекомендаций. Даже прописаны очень интересные пункты, здесь есть пункты 1.2 и 1.5, которые касаются опечаток, как исправлять опечатки и допустимо ли это в работах. Если уж в конструкторской документации, которую сдают заказчикам, допустимо, то уж ВКР тем более, как это грамотно сделать правильно, здесь тоже есть, как исправить эти опечатки. То есть когда мы пишем, что допустим в методических рекомендациях, что допустимо исправление опечаток или допущенных ошибок, чтобы не перепечатывать и не перешивать всю работу, этот допуск может быть... Опять же, мы пишем правила, но мы понимаем, что мы основываемся на ГОСТе, что вот там, если нас спросят, а с чего вы взяли, а вот отсюда. Вот это и есть, ГОСТ разрешает. Выделение заголовков из основного текста. Все это здесь прописано очень хорошо. И еще один ГОСТ тоже оттуда же, из ЕСКД 96. Это в основном для тех случаев, когда курсовые или ВКР у нас по научно-техническим специальностям идут. Вот он, все виды, все, что оформляется. Таблицы, пояснительные записки, программы, методики, испытания, спецификации, вот если они у вас есть, чертежи и прочее, они регулируются этим ГОСТом. Их можно, требования в свою методичку, взять из этого ГОСТа. И оттуда же основные надписи, он определяет форматы, размеры, номенклатуру, различных реквизитов и порядок заполнения основных надписей, конструкторской документации. Поэтому, если есть какие-то разработки, чертежи, промышленный дизайн, например, и там вот есть такие виды работ, то схемы текстовые, конструкторские документы, чертежи, вот это вот можно брать из этого ГОСТа. Ну и два таких экзотических ГОСТа, представление даты времени и единицы величин. Ну, где это может быть физики, химики, лирикам вряд ли, географы и прочее, как разные физические величины. В ГОСТ, хоть он и 2002 года, но там внесены уже поправки 2019 года. Наименование, обозначение, определение, правило применения, это может быть и в основном для оформления текста. Использование математических знаков, когда допускаются сокращения, когда полностью, там, рублей, руб, можно ли использовать математические знаки без числового выражения. Кстати, вопрос, да, как переносить, вот это вот можно смотреть тоже в этих ГОСТах. вот в ГОСТе, сейчас скажу, вот этот 95 и 2003, вот эти вот два ГОСТа, они эти сложности регулируют. Сейчас я их вам сюда в чат скину, да, вот какие вопросы и какие ГОСТы еще можно будет посмотреть, если мы с ними столкнемся. Ну вот, коллеги, вроде бы и все на сегодняшний день. Мы так кратко пробежались по обзору наших ГОСТов. И в конце я вам еще даю, где какие стандарты искать, несколько полезных ресурсов, кодекс, система Гарант, Докипедия, и для библиотекарей может быть интересно вот этот раздел со ссылкой на различные стандарты для организации работы библиотекарей. Это чисто в качестве дополнительной информации на заметку. Бонус за сегодняшний вебинар. Анна Геннадьевна, да, я вам дам ссылку сейчас на диск. Владимир Алексеевич, как же без единиц величин? Конечно, без единиц величин просто никуда. Так, и... Ой, Татьяна Леонидовна, рада вас видеть. Вы к нам обратно вернулись. Вероника Леонидовна, сейчас я посмотрю немножко вопросов. Большая просьба, коллеги, пока в чат не пишите, иначе у меня чат убегает, ладно? Так, минуту тишины. Валентина Леонидовна, это то, что студенты думают, что эти ГОСТы, и мы и придумываем. Они так и говорят, а зачем вы это придумали? Утешу вас, преподаватели говорят то же самое. Мне тоже иногда хочется сказать, господи, зачем мы это все только напридумывали. Но вот это вот все, многообразие того, что мы сегодня посмотрели, выглядит страшно на первый взгляд. На второй взгляд, это же не значит, что вот этим всем мы должны прям обязательно в свою методичку запихать. Ой, упаси господи, ни в коем случае. Просто если мы сталкиваемся с вопросом, который нам задают, а на основании чего, а откуда это взялось, а почему именно такой шрифт, мы всегда можем предъявить обоснование, откуда и почему. Методички, кстати, тоже можно писать в двух вариантах. Знаете, как методическое пособие для учителя и рабочая тетрадь для студента. Вот со своими студентами я такую вещь одно время попробовала на учащихся колледжа. Им дается просто методичка. Делай вот так. Раз, два, три. Все он делает. А вот в методичке для учителя такой сокращенный вариант с картинками, комиксами, инфографикой и прочим. То, что они лучше воспринимают. Образцами, табличками. А для научного руководителя вот эти то же самое, но в более немножко расширенном варианте, где даются ссылки на нормативные документы, на ГОСТы. Если студент к нему приходит и говорит, а вот я начала оформлять, а у меня возник вопрос, и я не знаю, как это сделать, а правильно я делаю или нет, посмотреть спорный вопрос в каком-то ГОСТе преподавателю будет, научному руководителю будет легче. То есть студентов вот этим многообразием ГОСТов загружать не надо. Это даже в методичке для самого студента можно не прописывать. А вот для научного руководителя это очень большая помощь, когда возникают какие-то моменты, ему быстро надо подсмотреть и не потерять, особенно еще лицо перед студентом. Через 5 минут зайдите, я сейчас занят, сам быстренько открыл, посмотрел, заходи. Вот так и так. Все, подняли авторитет. Поэтому здесь вот такой момент, не надо. Ну и смотрите, естественно, по той специфике, какие у вас направления подготовки. Технически это будет один набор ГОСТов, а, например, филологи или историки, это может быть и совсем другой набор ГОСТов. Поэтому вот смотрите. Да, Владимир Алексеевич, согласно гостинформ.ру, идеальный сайт, с моей точки зрения тоже, для поиска и скачивания ГОСТов и еще другие там можно будет тоже посмотреть. Я вам просто давала в презентации конкретные ссылки на те ГОСТы, о которых мы говорили. Естественно, этим все не ограничивается. И во вкладке вопросов Сергей Викторович видела ваши ваши вопросы или и комментарии. Средний студент способен выполнить такие требования ГОСТ? Не-не-не, не гений Сергей Викторович. Способен ли выполнить средний студент? А, вполне способен. А вот это уже зависит от нас, как мы методичку пропишем, какие требования мы туда включим. Удерживать в голове все требования ГОСТа, заниматься творческим процессом, новые мысли немыслимо, это только гений сможет. Все требования ГОСТа в голове держать не надо. Ему важно написать новые мысли, творчество и креатив, конечно, обязательно и да, но потом, когда мы оформляем, самое главное, учесть эти требования оформления. И здесь ничего в голове удерживать-то как раз не надо. Для того методические рекомендации пишутся. Открыл методичку в одной вкладочке, во вторую свою курсовую работу и пошел проверять по тем же библиографическим описаниям. Ага, здесь надо вот так, у меня вот так. Совпадать не совпало, исправил. Как там в образце? Ага, вот здесь в образце. А то, что мы сегодня разбирали, это скорее для нас, тех, кто разрабатывает эти методические рекомендации, чтобы студенту было проще и ничего не надо было удерживать в голове. Знаете, как то же самое в отношении инструментов тайм-менеджмента. Иногда говорят, ой, это все пока спланируешь, все эти таблички, инструменты, творчеством заниматься некогда. Да, конечно, некогда. Мы выбираем то, что подходит нам и используем. Но там хорошая фраза тоже есть. Голова нам нужна для другого. И все эти инструменты, как в тайм-менеджменте, так и здесь, они нужны для того, чтобы разгрузить голову, ничего не держать, вот эти методические рекомендации. А наоборот, они бы помогали нам в таких технических вопросах, форматировании. Это же какое там творчество. Поэтому, да, поэтому, скорее, для того, чтобы быть гением, гении тоже творят в жестких рамках условий. Сергей Викторович выпускной работы «Требования антиплагиата». Вот, кстати, посмотрите по антиплагиату, посмотрите записи вебинара обязательно, когда у нас был руководитель учебно-методического центра антиплагиат. Ой, как там очень много интересного было сказано. В основном, этот вебинар был ориентирован на преподавателей и тех, кто, научных руководителей, тех, кто проверяет выпускные работы и работы на антиплагиате. Вот то, что часто у нас присутствует, как чисто первая машина, такая проверка, и на этом все заканчивается. Оказывается, это не все. И, кстати, используя многие рекомендации из этого вебинара, мы со студентом восстановили справедливость, и у него увеличился процент оригинальности на 12%. Немало. для получения и прохождения и допуска до защиты этого было достаточно. Да, для проверяющего это некоторое увеличение трудоемкости, но там есть интересные моменты, как это в самой системе можно тоже проверить. Выполнимое, выполнимое. Это не антиплагиату, как в системе надо писать, Сергей Викторович, а это скорее надо разбираться с тем, кто проверяет работу. Там есть маленькие хитрости. Вы просто посмотрите в вебинаре, там очень интересные моменты как раз на эту тему озвучены были и показаны, кстати. Татьяна Алексеевна, в научных работах по экономике используют нормативные документы, правовые системы гарант, консультант плюс, собрание, ссылки по ГОСТу на собрание законодательства неудобно. Можно ли в списке делать такую запись электронный ресурс? Да, доступ из справочно-правовой системы гарант делаем. Если, значит, смотрите, если у вас идет, а, это на один источник, да, если комплексный мы там не делаем в списке литературы, градостроительный кодекс, только не электронный ресурс, мы сейчас немножко по-другому пишем. По ГОСТу 2018, посмотрите, куда мы текст электронный записываем, не электронный ресурс, а текст электронный. Дата обращения, да, обязательно, дата обращения мы пишем, мы указываем, для электронных ресурсов это важно. Да, доступ из справочно-правовой системы так, здесь вы под... Значит, смотрите, вы можете написать под заголовком Российская Федерация, там как у нас идет законы или кодексы, градостроительный кодекс от 9 и так далее. И по законодательным актам можете посмотреть на вебинарах, мы разбирали эти вопросы, и можете посмотреть в самом ГОСТе 2018, как на это описание делается, как делается описание на законодательный акт. и смотрите по... ссылка на собрание законодательства, если вы указываете просто список источников, включаете, то там страницу можете не указывать, естественно, или статьи. Так, сейчас еще смотрю, было ли у нас сокращение места издания. Коллеги, полностью, Галина Валентиновна, про место издания, это коронный вопрос каждого вебинара уже, наверное. Место издания пишем полностью, Москва, Санкт-Петербург. Единственное, что в ссылках сокращение допускается. в описаниях минимизация сокращения и стараемся писать все полностью. В ссылках, которые еще опираются на ГОС-2003, вот здесь идет нестыковка, в ссылках допускается сокращение, можно. В ссылках, в списках источников пишем полностью. Елена Геннадьевна, Крик души увидела, как увеличить процент оригинальности текста. Это правильно проверить на антиплагиат со второй частью, так же, как в десернете. Помимо механической проверки, автоматической проверки, потом начинается второй этап ручной выверки, сверки. И вот здесь на втором этапе очень многие моменты мы можем снимать и научные руководители. И тот человек, который проверяет работу, может снять некоторые галочки, что у нас со студентом и произошло на этом втором этапе проверки, восстановили справедливость. И вот посмотрите, в нашей видеотеке, как раз он, по-моему, первым в плейлисте идет, по востребованности. Вот там эти вопросы мы и разбираем. Наталья Викторовна, вы посмотрите особо использованных, используемых, да, вот смотрите, разница в терминологии, список использованных или используемых источников пишут, использованных источников работа уже завершена, а используемые я использую, то есть я еще продолжаю работу над своим дипломом, я ее сейчас защищу, а сдам я ее потом. были случаи, когда приходилось перешивать работу вот из-за этого момента, когда написали не использованных, а используемых, да, поэтому здесь, да, здесь вопрос такой, здесь туда, здесь туда в перешивание работы и в правильную формулировку использованных. И, коллеги, есть еще один момент, который я вам сейчас покажу по целям и задачам, очень хорошо в методичке включать короткие определения, что, как мы формулируем цели, как мы формулируем задачи, вот для своих студентов я вот такие подсказки делала, какие слова использовать, да, чтобы сформулировать задачу, но это не весь перечень, весь я на курсе слушателям уже даю. И по основным элементам, есть ли наш кусочек работы посвящен решению теоретических вопросов, что мы здесь, как мы формулируем задачи, есть ли это экспериментальное изучение практики, есть ли это подводим какое-то обоснование разработки или применение какой-то необходимой системы мер, если мы экспериментально что-то проверяем и вот эти результаты исследования мы отражаем в своей ВКР, как поставить задачу, сформулировать, и разработка рекомендаций, как это можно тоже вот такие слова-подсказки для студентов я иногда включаю в методические рекомендации очень здорово помогает иногда вот такими табличками делаем и даже сейчас я вам покажу еще одну штуку тоже как сформулировать тему работы от результата или от метода или средства от результата или процесса или от метода и средства вот такой легкий генератор примеры что мы рассматриваем разработка например берем формирование эстетических потребностей детей младшего школьного возраста здесь указываем средства с помощью чего вот уже первый набросок темы у нас готов тема нашей работы и вот такой генератор студентам понравился мы вот делали такие генераторы с ними и по ним уже составляли темы кстати для формирования тем статей для научных изданий тоже очень забавно сделать вот такой генератор когда надо очень быстро сделать так чтобы вот оно соответствовало требованиям тоже помогает вот такой хитрый прием есть и на курсе я обязательно вот эти генераторы слушателям даю Сергей Викторович услышит спрашивать надо уметь разговаривать но это с проверяющими да ну вот здесь шутки шутками но Сергей Викторович согласна иногда не слышит и мы с этим случаем по поводу повышения оригинальности текста и проверок и мы с этим случаем был у нас один очень такой серьезный момент по поводу самоцитирования с издательством не удалось доказать ну благо я знаю как это исправить я просто быстренько этот кусочек переправила и он у нас получился не самоцитированием а оригинальным текстом но вот да в некоторых случаях увы доказать не всегда удается но для научных руководителей очень важно вот этот момент учитывать что у нас что у нас есть есть момент и ручной проверки тоже ничего со 125 раза начинают слышать и коллеги в конце я вам еще одну вещь покажу я дала вам в список источников вот это описание нашего курса который 24 числа стартует там много интересного у нас еще будет по модулям у нас будет и про поиск информации как не попасть в имиджевые риски и репутационные риски когда мы пользуемся мусорными статьями либо такой околонаучный пранкинг есть такая сейчас вещь как не потратить деньги на мусорные издания и получить ноль результата и как вообще определять не является ли той или иной ресурс которого мы берем статью таким неблагонадежным не попасть на удочку фишинговых сайтов вот это мы в первом блоке как раз и разбираем про нормативное обеспечение у нас будет второй блок и мы как раз на практике будем по основным ГОСТам составлять вот такой навигатор который поможет нам и нам самим и нашим студентам ориентироваться третий и четвертый блок это библиографические описания ресурса и составной части ресурсы и в каждом блоке у нас в каждом модуле обязательно будет практические отработки это и тесты и игры и квест надеюсь у нас запустится если народ соберется по ссылкам тоже отдельный модуль нарабатываем в практических занятиях и насмотренность то есть умение увидеть ошибки и их исправление и с источниками конечно будем работать как самому составить библиографическое описание по электронным ресурсам сетевого распространения обязательно будет и вот они особенности оформления при статейной библиографии для наших статей в разные издательства референсы но в основном будем говорить про скопус как это правильно оформляется какие могут быть требования вот Сергей Викторович напомнил прошу прощения правильно я сказал да Сергей Викторович про разные требования не всегда удается отстоять да ну вот как по разным требованиям иногда экзотическим изданием можно правильно оформить ну и восьмой блок это дополнительные инструменты и сервисы различные генераторы тех же международных описаний будем не только смотреть но и пробовать на практике отрабатывать их ручками смотреть что наиболее удобно для нас так что коллеги приглашаю на наш курс не забудьте у нас пока еще действует льготная цена и курс начинается у нас 24 ноября вот ссылку я вам еще раз повторю сюда поэтому тех кто еще не успел ждут там ну что ж коллеги на этом мы сегодня нашу встречу заканчиваем я попрощаюсь сейчас с нашими участниками кто будет смотреть нас в записи не забывайте ставить лайки под записями наших вебинаров это будет играть роль при рейтинге тем и спикеров наших поэтому не только эмоциональное выражение но еще и такой вот элемент рейтингования ну и чтобы другие участники смогли эти записи быстрее увидеть поэтому всем нашим слушателям кто будет нас смотреть в записи удачи 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 удачи